Во время Великой Отечественной войны советский народ сражался плечом к плечу за победу. За эти четыре года писателями и поэтами было написано немало известных произведений. Цикл стихотворений «Моабитские тетради» Мусы Джалиля также приобрел популярность среди многих национальностей нашей страны, в том числе и среди чувашей. На поле боя многим писателям и поэтам приходилось сражаться не только с врагом, но и вооружаться пером. Выдающийся татарский поэт Мусы Джалиль в их числе. В советских времен он всем известен как символ героизма и мужества, беззаветной любви к родине. За цикл стихотворений «Моабитские мотивы» герою Советского Союза присуждена Ленинская премия. Глубоко символично, во-первых, что эта книга появляется накануне 70-летия Великой Победы и будет одним из мощных стимулов в патриотической работе, в патриотическом воспитании нашей молодежи, нашего подрастающего поколения. И будет учить, как нужно любить родину. На чувашский язык «Моабитские мотивы» перевел народный поэт республики, известный своими трудами переводчик Валерий Тургай. На презентацию книги собрались известные деятели культуры и науки Чувашской республики, делегации из республики Тарстан, которые отметили, что дружба между татарами и чувашами не только сохраняется, но и приумножается. Есть в мире только нескольких таких имен, совершивших таких великий подвиг поэтов. Это Байрон, Шандер Петтефей, венгерский поэт, это Юлийс Фучик и Джалиль. От имени нашего, не только союза писателей, от имени нашего татарского народа я хотел бы выразить слова благодарности Валерию Тургаю. Мы любим Валерия, мы еще раз зауважали его после этой книги. Через творчество Валерия Тургая о чувашской культуре и традициях узнают многие народы из различных стран. Его произведения переведены на русский, татарский, украинский, башкирский, азербайджанский и многие другие языки. Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика.